СПАСЕНИЕ БАНКОВ Без помощи государства. Для этого Банк России обяжет крупнейшие банки страны создать план спасения в сложной ситуации и пройти стресс-тесты. Значит ли это, что в 2013 году банковскую систему России ожидают большие проблемы и стоит ли ждать череды банкротств мелких и средних банков? Об этом и не только об этом говорим сегодня в программе с Александром Лебедевым, председателем Совета директоров Национальной резервной корпорации. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли. Я приглашаю зрителей присоединиться к беседе. Присылайте свой вопрос на наш электронный адрес minskersobaka.rbctv.ru или на страницу программы Facebook. Как вы считаете, грозит ли России в этом году банковский кризис? Не думаю, Мария Анна. Хотя нельзя исключать, что один-два средних банка, но со значительным объемом средств вкладчиков, может прийти в руки АСВ. Но вкладчикам нечего бояться, поскольку эти банки находятся в системе страхования вкладов. Да, все застраховано. Один банк на П, о нем давно идут разговоры, достаточно большой, подмосковный. И действительно похоже, что его владельцы вынули оттуда деньги. Это называется пробить дырку на жаргоне профессиональных аферистов, которые разворовывают банки в нашей стране последние 6-7-8 лет. Но эта практика существует во всем мире. Ну вот смотрите, ЦБ обяжет составлять план спасения на случай кризиса только крупнейшие системные банки. Это значит, что остальным мелким и средним дадут обанкротиться, если вдруг кризис произойдет серьезный? Во-первых, ЦБ давным-давно надо ответить на вопрос, а зачем нам несколько сот маленьких банков... 400 у нас, около 400, да? Я думаю, что побольше. У нас вообще 900 с чем-то. Но я думаю, что мы смело можем говорить о 500-600 банках, которые никакой серьезной роли не играют в нашей экономике. Есть, правда, региональные банки неплохие. Ну, а вообще говоря, напомню вам, что в Индии, в Бразилии и в Китае где-то от 85 до 140 банков всего на все. Правда, есть и другие примеры, вы мне возразите, Соединенные Штаты. Но это не лучший пример, кстати, я решил бы его копировать. Поэтому, в принципе, если... Многие банкиры говорят, что у нас должно остаться вот от тысячи половины банков. Вообще-то было бы неплохо, если бы у нас было там 100-150 банков, если бы ЦБ выполнял свою функцию надзорную, реально. Напомню вам, что сегодня в крупные государственные банки ЦБ даже не заглядывает. Поэтому, когда он мне говорит, что он крупные банки подвергнет стресс-тесту, прекрасно. Вот мой банк был подвергнут стресс-тесту в прошлом году. Реальному причем? Беспрецедентным для истории нашей страны. 130 человек для банка с 20 точками, с 18 на 8 месяцев. Это никогда не было. Помните, был такой межпромбанк Пугачево, где пропал почти 3 миллиарда долларов. Там после того, как пропало, всего 16 человек работало. А в банке Москвы, где пропало 5 миллиардов долларов при Бородине, я оперирую просто открытыми данными, которые публиковал сам Центральный банк и Внештурбанк. Там работало, по-моему, 80 человек, тоже постфактум, после исчезновения денег. Поэтому, если взять какой-то универсальный и мощный стресс-тест и применить его ко всем крупным банкам, это было бы здорово. Возьмите 130 человек, отправьте их в ВТБ, я вам напишу план проверки. Но, к сожалению, уверяю вас, госбанки не будут подвергаться надзору ЦБ, потому что это ЦБ не разрешено. И это, в принципе, очень плохо. Я предлагаю послушать сейчас мнение первого зампреда Банка России Алексея Симоновского, который говорит, считает, что каждый банк обязан будет предоставить план, как он должен выбираться из-за сложной ситуации. Регулятор тоже должен об этом знать. Давайте послушаем. План должен включать в себя, помимо описания исходных параметров, исходной организационной структуры, всех афилированных лиц и так далее. Значит, он должен предусматривать те действия реальные, практические действия, которые банк, попадая в неблагоприятную ситуацию, будет осуществлять. То есть, кому и как будут реализованы те или иные активы, значит, где банк возьмет дополнительные средства ликвидные для того, чтобы поддержать ликвидность, где и как банк возьмет дополнительную подушку капитала, кто предоставит ему, так сказать, капитальные ресурсы и так далее. То есть, это, ну, в общем, это, с одной стороны, конечно, очень большая работа, очень непростая работа, потому что вообще возникает вопрос того, насколько вот эта бумага, да, или, так сказать, насколько этот материал он будет отражать действительность. Но, с другой стороны, это очень такая богатая пища для управленческой команды самого банка и для надзорного органа дополнительно понять ситуацию в банке и задать неприятные, может быть, банку вопросы, когда есть сомнения в том, что то, что написано на бумаге, соответствует тому, что есть в жизни сейчас и тому, что будет в жизни потом. Ну, как мы уже сказали, Национальный резервный банк действительно прошел серьезный стресс-тест, реальный, серьезный отток депозитов с 8 миллиардов на начало прошлого года до 600 миллионов на конец того года. Если я не ошибаюсь, убыток в третьем квартале 2 миллиарда, распродажа активов и так далее. Вот очень было много, Александр, противоречивой информации в прессе по поводу того, продаете вы банк и вообще избавляетесь от всех активов российских. Ничего мы не продаем, это газета «Коммерсант» какую-то седьмую публикацию за последний год сделала, заказную. Кому это нужно было? Ну, скоро об этом станет известно, кому было нужно формировать негативный медийный фон вокруг банка. Или, допустим, кому в результате проверки нужно было сделать утечку счетов всех вип-клиентов. Просто с фамилиями, именами, отчествами, прямо в интернет. Это же уголовное дело, на самом деле. Ну, им занимается следствие, посмотрим, что им удастся доказать. Значит, действительно, у нас квартал, в прошлом квартале около 2 миллиардов были убытки. Это связано с пакетом ценных бумаг. Я думаю, что мы на днях опубликуем отчетность годовой. Наверное, мы сократим свой убыток примерно с 2 миллиардов до 100 миллионов рублей. За счет, прежде всего, сокращения расходов, а это и есть реакция на стресс-тест. Правда? Конечно. Хочу вам напомнить, что для сокращения расходов надо увольнять людей. Надо сокращать различные точки. Что вы делаете? Ну, мы с 1300, сегодня у нас осталось 600 человек. Это вообще серьезная история. Поэтому представьте себе, там 100 банков, которые увольняют по 700-800 человек. Главное, что вы банк продавать не собираетесь. Собираетесь его спасать? Какой план спасения? Его не надо было спасать. У него было все нормально. До того момента, пока не пришли. Если бы не была рейдерская атака организована с распугиванием клиентов, нам пришлось просто продать весь ипотечный портфель и рассчитаться со всеми клиентами. Все клиенты, которые хотели забрать у нас деньги, мы действительно потеряли. Где-то от 6 до 8 миллиардов рублей депозитов, даже чуть побольше. Но зато мы показали, что мы настолько устойчивы, что мы третий кризис прошли в своей истории. 98-й год прошлого века, 2008-й и теперь новый. Кстати, едва ли не самый сложный в нашей жизни. Думаю, что лучше, конечно, теоретически подвергнуть подобным стресс-оспытаниям основные банки, а лучше все. Это полезно. Другое дело то, что говорит Симановский. Он говорит правильные вещи. Но помните, как когда-то пошутил покойный Виктор Черномырдин? Мало ли что я сказал. Я же этого не сделал. И он меня поразил тогда, еще будучи премьер-министром, этой глубокой афористической мудростью. Поэтому, если банки представят планы санации, то есть выхода из теоретического кризиса, или практического, как в некоторых случаях, собственные, за счет собственных ресурсов, то надо будет очень тщательно проверить, действительно, это не отписка, а настоящий план. В принципе, то, что делать, понятно. Нам приходилось продавать почти всю недвижимость, переходить в ликвидность, продавать дочерний банк. Банк Воронеж, закрыть 6 тысячных отделений больше. Мы закроем в результате до конца февраля еще 5 точек. У нас практически сетка останется намного меньше. Нам пришлось, естественно, сократить кредитный портфель. То есть у нас база доходов существенно сократилась. Но поскольку расходы сократились больше, сократятся еще существенно, фактически мы хотим сократить расходы на 60%. Это очень много. Это много, да. Ну, каждый или банк может себе такое позволить. В принципе, многие могут сократить расходы процентов на 15-20, это полезно. Ну, даже если 15-20, это много, поверьте мне. Это, правда, очень болезненный процесс. Но, знаете, без наезда очень сложно представить, что банк это будет делать. То есть либо ты въехал в кризис и нечего делать, либо на тебя наехали. Конечно, когда безвыходная ситуация. У меня вот в случае был такой кризиса нет, но кому-то понадобилось. Ну, знаете, нет худа без добра. Я ЦБ поблагодарил за этот стресс-тест. Я считаю, что им бы неплохо его канонизировать и применять его теперь так вообще ко всей банковской системе. Потому что очень много процессов в любом банке есть, которые выстроены коряво, мягко говоря. Вот у меня был филиал, например, в котором работало 115 человек. Он сидел в собственном здании в крупном городе, 4 тысячи метра в центре города. Кредитный портфель был около 2 миллиардов рублей, а остатков клиентских было 400 миллионов. Вы извините, конечно, но с такими показателями, с этим объемом бизнеса, должен был справиться коллектив в 20 человек, а здание можно было продать. Что мне говорил коллектив и его руководство? Невозможно продать здание. Я его продал сам. Мне пришлось вам это называться. Собственник сам лично занимался продажей зданий. Ну и что? Зато получил около 8 миллионов долларов на баланс. Александр, вот после вот этой всей распродажи денег хватит для того, чтобы погасить обязательства. Я правильно понимаю, что 14,5 миллиардов? Мы все обязательства уже почти погасили. У нас почти не осталось задолженности периферическими лицами. Только те, которые так любят банк, что мы сколько им не говорим, заберите деньги. Они не хотят это делать. Второе. У нас осталось очень мало пассивов юридических лиц. И, естественно, сокращение активной части баланса у нас в меньшей степени произошло, чем пассивной. Чуть-чуть дорезав то, что называют косты, затраты, мы просто имеем банк, наверное, в первом квартале этого года рентабельный. Мы, кроме того, продавали ценные бумаги. Это была всегда претензия. Аэрофлот вы продавали? Мы продавали Аэрофлот, мы продавали Газпром, мы продавали кое-что еще. Илюшин финансы – это сложная история. Это не котировая бумага, поскольку это компания партнерства с правительством Российской Федерации. Напомню вам, кстати, что Илюшин не владеет всеми самолетами Ту-24, которыми летает Red Wings. Но контроль принадлежит государству, ОАКу и Внешканом Банку. Поэтому, если кто может купить то государство, то стороннему вы это не продадите. Но, продавая ценные бумаги, мы улучшали структуру активной части баланса. Потому что у нас, в принципе, последние 8 лет рейтинговые агентства всегда ругали, что у вас слишком много ценных бумаг. То не вверх, то не вниз. Но ФИЧ нас сейчас там ругает немножко за другое, признает, что банк более ликвиден. Что он выглядит, на самом деле, более устойчиво. Тем не менее, поскольку у нас есть там задолженность. Но эту задолженность мы обсуждаем с той крупнейшей российской организацией, которой это касается. Там есть свои обстоятельства. Ну, вот ФИЧ, кстати, сказали, что для того, чтобы погасить все обязательства, вам придется продать все пакеты акций Аэрофлот, Газпрому и Илюшин финансов. Но это не так, я так понимаю. Ну, вот слушайте, те пассивы, которые у нас остались, ну, это, знаете, устойчивее не бывает. То есть мы действительно уговаривали некоторых. У нас клиенты обратно приходят. У нас VIP-клиенты в Москве, которые очень любили банк, и которых я лично просил забрать деньги. Просто мне не хотелось нести никакой ответственности, поскольку план рейдеров был незаконно отобрать лицензию. Так уж, если поставить все точки над «и». И я ни в коем случае не хочу в этом винить Центральный банк, который выступал, к сожалению, иногда инструментом. Но и не весь Центральный банк, там много приличных профессиональных людей. Поэтому мне кажется, что мы сейчас должны друг друга поблагодарить. Они за наработки суперстресс-тестов, которые не применялись нигде в Европе и в Америке. А мы за то, что в результате стресс-теста мы, на самом деле, прошли кризис, не попав в таковой. Мы настолько сегодня неустойчивы, что просто, да, возможно, вот, балл того, что у нас теперь любая проверка может проверить за один час. У нас настолько простая структура активной и пассивной части баланса, затрат и так далее, что мы практически близки к идеалу. Ну, замечательно, что я могу сказать. Спасибо. Ну, вот, Александр, вот все-таки то, что вы оказались в такой ситуации, это давление властей или это высокорискованная политика самого банка? Ну, как и обвинение по хулиганству, к обвинению этому потерпевшей никакого отношения не имеет, который находится в Камбодже, в тюрьме. Так и это, это, знаете, я не называю это преступными группами, но это некая группа лиц, которые занимаются рейдерством. К сожалению, такие группы пока в стране существуют, поскольку не было ни одного крупного уголовного дела. Вот это было бы идеально, потому что кто-то пишет статьи, кто-то размещает их в интернете, кто-то делает специальные сайты, регистрирует их за границей, кто-то получает информацию, кто-то ставит задачу, и кто-то потом рассчитывает поставить своего конкурсного, например, и украсть акции Аэрофлота. Вот, на самом деле, помните, Греф говорил в свое время, еще будучи министром, что рейдерство – главная проблема страны. Она пока осталась одной из проблем. Хотя многие вещи сделаны, и некоторые люди наказаны за подобные вещи. Я имею в виду некоторых даже журналистов, которые занимались шантажом. Ну, смотрите, когда крупный адвокат признает в газете «Известий», что он с меня поразил 3 миллиона долларов за отзыв потерпевшим заявления, вообще-то в Европе это называется blackmail. Это в чистом виде шантаж. И как минимум такой адвокат должен вылететь из коллегии. А как максимум, возможно, и поговорить со следователями, если будет доследственная проверка. Но пока со следователями говорю я, и отправлюсь в конце января на скамье подсудимых в Останкинский суд. Понятно. Ну, смотрите, вам неоднократно давали понять, что вы финансировали оппозиционную новую газету, вы финансировали другую оппозиционную деятельность. Мы в газете говорим, что мы свободная газета, а не оппозиционная. Ну, тем не менее, да? Ну, слушайте, мы не политический институт, который заменяет оппозицию. Мы газета, которая пытается объективно писать о жизни в стране. Сейчас вы прекратили финансировать новую газету, отказались от выпуска антикоррупционной карты Навального. Секундочку, секундочку. Значит, газета не нуждается в моем финансировании. Я остаюсь символическим акционером. Она перестала быть убыточной. Она вышла в точку безубыточности. Что касается карты Навального, у меня просто подразделение, которое выпускает карты, не осталось сотрудников. Только из-за этого? Вот если только мы с вами сейчас сядем, выпустим одну карту, пошлем президенту, другую премьер-министру, и по одной заберем сами друг с другом. Но если выпустить 20 тысяч карт, у меня некого обслушать. Я фактически порезал это подразделение. У меня есть там, по-моему, 13 тысяч карточек. Несколько человек в подразделении работают. Мы справляемся с этим объемом работы, поскольку IT на месте стоит. Но, вообще-то говоря, из символических соображений выпускать карту, то есть в количестве там 10 штук, сами согласитесь, это просто будет стыдно. Поживем увидим. Я не исключаю, что власти сами придут к необходимости поддержать подобную карту. Вот было бы здорово, если бы президент страны сказал, а что плохого в этой карте? Или что плохого, что есть независимые директора в нашей госкомпании, типа Навального? Чем больше их, тем меньше всяких потом славянок и оборонсервисов, на мой взгляд, и голонасов. Ну, хорошо. Я к тому, что теперь к оппозиционной деятельности косвенно или не важно. Вы до них не имеете отношения. Теперь, по идее, должно все нормализоваться. Я считаю, что миф о том, что меня воспитывает государство за какую-то политическую деятельность, этим мифом прикрываются просто ракетиры. Ну, вот смотрите, я, как депутат Госдумы, когда-то отвечал за закон, который привел к полному запрету игорных заведений в нашей стране. Вы догадываетесь, кто вообще был главными выгодоприобретателями игорных заведений? То есть вы это все связываете еще с тем временем? Конечно. Конечно. Мало того, я сам участвую, как и «Новая газета», как и многие другие российские СМИ, в целом ряде расследований. От Политковской до, скажем, финансово-лизистой компании, где пропало 500 миллионов долларов, и где застрелили средь бела дня руководители страны. Я занимаюсь некоторыми обанкроченными преднамеренно банками, как то Банк Москвы, БТА-банк, Межпромбанк. Поэтому, скорее всего, вот на 90% я уверен, что это просто люди, которым мешают мои расследования. Но заодно, почему бы еще и не отобрать какой-нибудь бизнес? Да, вот то есть... Как утешительный приз найти. Например, лишить лицензии ваш банк, это все исходит от них. Ну, как можно разворовать банк, если ты вводишь ручную временную администрацию незаконным образом, точно так же, как по делу Магнитского пропало 230 миллионов долларов. Там же были суды, которые выносили решения, подкупленные сотрудники налоговой инспекции, всякие аферисты, специальные банки, универсальный банк сбережений, через который эти деньги. Кстати, я вчера был очень удивлен. Я узнал, что наши правоохранительные органы из похищенных денег по делу Магнитского 700 миллионов рублей вернули в бюджет. Только они что-то стесняются нам сказать. То есть, грубо говоря, расследование по самому хищению по делу Магнитского на территории Российской Федерации продолжается. Не только за границей, в Швейцарии, на Кипре. И вот видите, как много мифов. Вот я вам один сейчас попытался развенчать насчет расследования по делу Магнитского. Я не исключаю, что наши правоохранительные органы работают эффективнее, просто не могут нам это объяснить. А у нас такое впечатление, что кто-то там наверху покрывает хищение по делу Магнитского. Не похоже. Зачем российскому государству, собрав налоги, самому у себя их красть. Можете мне объяснить? Нет, я не могу вам это объяснить. Этот бред полный. Скажите мне, пожалуйста, 14 января прокуратура Москвы направила дело в суд по поводу вашей драки с Сергеем Полонским. Ну, там не было драки, но не важно. Давайте аккуратно формулировать. Хорошо. Вас обвиняют по той же статье, что и Пуссирайт. Это грубое хулиганство и политическая ненависть. Ну, это просто хулиганство, которое, 213 статья, часть 2, говорит о том, что это грубое нарушение общественного порядка, выразившееся на почве политической ненависти. Каким образом у меня могла возникнуть политическая ненависть незнакомому человеку, который я видел один раз в жизни, который ругался матом, угрожал мне и, в общем, агрессивно в отношении меня сделал определенный выпад. Может быть, я переоценил угрозу. И, кстати, я-то, как вы, наверное, заметили, никак не реагирую злорадно по поводу того, что с ним происходит. Он, скорее, жертва всех этих историй. Но напомню, что обвинение в отношении меня не связано с обвинением в побоях страны Полонского. Это обвинение выдумал Следственный комитет, который любит нашу газету новую. Он иногда вывозит в лес наших журналистов, с ними разговаривает. Ну, вот, к сожалению, если вы меня спросите, как много вот в этом выдуманном обвинении из каких-то личных мотивов руководства Следственного комитета, у меня, вот, к сожалению, вот такое есть объяснение. Я уже другого не могу найти, потому что само обвинение ни на йоту, ни на одно слово, ни на одну фразу не основано на законе. Ну, какую политическую ненависть я могу испытывать? Это очевидно, но это кто делает? Вот к вам подойдет хулиган в метро. Это тоже те же люди, которые... Нет, нет, нет. Это уже другая история. Нет, это разные истории. Нет, ну что вы. Атака на банк, использование СМИ, интернета, деформационная кампания, какие-то там попытки через оборотней в погонах сфабриковать дела. Это отдельная история. И эта история абсолютно отдельная. Ну, так бывает в жизни. Понятно. Видите, сегодня уже нас рассмешил Михаил Дворкович, который сказал, что Павлонский арестован в Камбудже, потому что это провокация из Москвы. Ну, слушайте, если кто-то верит в такую ерунду, то, конечно, можно все в одну кучу свалить. Но на самом деле много разных историй, отдельно не связанных в жизни происходит. У нас остается очень мало времени, чтобы ответить на вопросы наших зрителей рубрика «Блиц». Кто ваши недоброжелатели, вы спрашиваете зрители? Вообще идеально было бы, чтобы на это ответили правоходительные органы. Думаю, что это специальные организованные преступные сообщества, задача которых отбирать у нас в стране бизнес у предпринимателей. Пост президента банка вы покинули по политическим соображениям или действительно из экономии? Нет, просто в целях экономии. У меня довольно была большая зарплата, поэтому я хотел показать пример. Каким будет чистый убыток Red Wings за прошлый год? Мы планировали выйти на Эбиду в районе 50 миллионов рублей. Напомню вам, что из-за беды надо вычесть проценты по кредитам, налоги и так далее. То есть мы где-то планируем выйти в ноль с очень небольшим долгом. И совсем коротко, не думаете ли вы перебраться жить за границу, спрашивают наши зрители. Нет, не думаю. Большое спасибо. Это был Александр Лебедев, председатель сайта директоров Национальной резервной компании. Спасибо. Программа вела Мариана Минскер. Удачи вам и до встречи.